и вот решил подниматься по реке поскольку практика показывает что на карте показаны не самые интересные объекты самые доступные в большом каньоне голубое озеро свое а где узлари свое вот такое вот чем выше по течению подник поднимаюсь тем диковиней виды открывается красиво конечно вот родник ольга зрительно вот прямо над родником на камне и написано родник ольга еще одно голубое озеро здесь он даже больше лазурная камера наверно не передает тот свет который едет глаза но тем не менее красиво здесь тоже можно кстати и ступнуться обалденная ванна молодости учитывая что река пересохла здесь глубина шикарнейшая такую вот жаркую погоду на солнце сейчас градусов 25 здесь вот река раздваивается я сворачиваю на правый приток свежие папоротники зеленые зеленые яркие насыщенные вот здесь вот этот приток он намного хуже намного тенистей идут все время в тени такой забытый богом край впечатление левый приток он более хуже поэтому дальше вообще узко узко пошло каньон прям какой-то вообще какие-то непонятные джунгли пошли непроходимые дальше деревьями завалено вот такая вот картина вырисовывается дальше начинается полоса препятствий огромные камни волны деревья завалены вот после аленького цветочка начинается вообще приколы дальше я смотрю все круче и круче реально дикий непроходимый лес вот так вот по камням по камням выше выше все больше нагромождение скал и в итоге за деревом я наблюдаю большой водопад на карте это числится как четвертый водопад но пробраться к нему не так так просто здесь полоса препятствий встает для взрослых залезнутри скал образуется озерцо надо мной вот такая вот громадина лежит со всех сторон скалы и вот золотой вот скалой зернестой скалы по идее впадает водопад как сюда пробраться вот я залез это и есть четвертый по карте водопад для узвара вот почему его так мало показывает потому что к нему подобраться не так-то просто залез я залез вопрос теперь как слезть от сюда препятствий пришлось пройти и вот теперь стою на огромном камне картина конечно вырисовывается красота я представляю как он когда полноводный как с него таким грохотом сюда летит вода и и пожалуй даже камни выносится все так страшно как я на первый взгляд что так залазил теперь как слазить если чуть-чуть поднапряться и подняться чуть чуть выше то можно лицезреть вот такую картину здесь ухожено то есть люди сюда приходят вот тропа даже не стоя по тропе я опять напрямик как обычно и возможно что даже отсюда есть тропа по которой можно выйти здесь вот такой вот гротик с какой целью эти канистры возле реки непонятно конечно но тем не менее даже взяли подпорку такую поставили чтобы этот камень камень один прекрасный момент не накрыл вот так вот это все дело выглядит вот так вот грот из которого прекрасный вид на водопад залез в грот чтобы посмотреть как дела здесь обстоят здесь вполне можно укрыться от дождя вот замечательный вот вполне можно укрыться от дождя вполне в этом гротике даже можно если здесь немножко постараться то в принципе можно жить здесь она дует сильно поздняк сильный а так место конечно шикарное действительно просто супер вот тянелька подо мной здесь вот по ступенькам вырытым почве можно посмотреть не только на водопад но сейчас это осенью или весной когда риску нет но зато такой вот вид открывается видно ставрика я красота конечно воздух голова кружится все супер здесь вот так вот все это дело выглядит сверху каменька под гротом опа 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 здесь вот даже клумба есть петушками вот так вот все целью Естественно, когда водопад в разливе, когда он полноводный, здесь стоять не получилось бы. Здесь реально такой грохот воды, такой гул здесь, это была бы свастная стена брызг. Ну вот, супер, конечно, я рекомендую, но сюда надо приходить либо ранней весной, либо осенью, когда здесь все грохотит и трещит от гула воды. Сейчас река пересекла и поэтому зрелище. Очень красивый, очень красивый водопад. Скажу так, что в этом спокойном вот звучании, с низпадания воды, без грохота, без гула, без огромного столба воды. Своя прелесть, такая умиротворяющая звуки, здесь для медитации самый оптимальный вариант. Очень красивое место. Действительно, здесь есть и сверху отступы. Вот так вот даже натянут тросик, чтобы не улететь. Показываю, короче, улететь здесь, конечно, запросто. Вот, поэтому камеру... Тем более скользко, после дождя камеру убираю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...